Оставные направления казахстанско-российских отношений обсуждались во время встречи Нурсултана Назарбаева с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Речь шла и о Евразийском экономическом союзе, на который возлагаются большие надежды. Товарооборот, все видят, он снизился, к сожалению. Есть объективные объяснения этому. Во-первых, цены на энергетические ресурсы, и потом там поворот получился из своего кооперации по-другому, тоже снижение есть. Но основное направление это свободная торговля, таможенный союз, передвижение капитала, людей, инвестиции, создание совместных предприятий продолжается. Я уверен, что все это даст свои плоды в свое время, поэтому нам надо эти трудности пережить. По остальным всем вопросам межправительственных, межгосударственных, мы постоянно встречаемся, обсуждаем, находимся в контакте с вами. Дмитрий Медведев, в свою очередь, передал приветствие от президента Владимира Путина. Российский политик подчеркнул, что намерения двух стран связаны с развитием ЕС. Мы стояли у истоков этой идеи, сейчас эта идея воплощена в жизнь. Мы рады, что это произошло. Произошло в достаточно все-таки короткой перспективе, потому что другие страны к подобного рода объединениям шли даже дольше. Что касается наших двусторонних отношений, то они все равно находятся на очень высокой точке. И несмотря на некоторое снижение товарооборота, которое действительно связано и с валютным курсом, и с ценой энергоносителей, есть целый ряд тенденций. Кстати сказать, если говорить, например, об экспорте из Казахстана в Российскую Федерацию, то он за последнее время увеличился на 20%. Продолжение следует...